Девушки отдыхают Девушки отдыхают И сегодня у нас в гостях актриса Екатерина Мадолинская Расскажите о своем творчестве Я студентка народного артиста Манула Гедоновича Витаргана Очень часто выступаю в его культурном центре Играла много антрепризных спектаклей Сейчас в театре не служу Немножечко устала от сцены И в последнее время занимаюсь больше кино Если прогуглить меня, модное слово То на счету у меня больше 70 ролей Но я, знаете, как копающаяся душа И всегда ищу себя в творчестве Мне всегда мало Еще недовольна своими ролями Своей главной роли я не сыграла И последние все вот ТНТшные проекты Это физрук и Ольга Универ Я переиграла во всех Но такие типичные, комедийные, яркие девчонки Немножечко где-то грубоватые Знающие себе цену Меня вообще в этом амплуа часто используют Очень много таких серьезных драматических ролей Я, наверное, на себя и не хотела бы брать Потому что сыграть болеющую раком Наверное, мне было бы тяжело И не то чтобы тяжело по профессии По профессионализму, по актерской игре А по законам энергии Потому что я все-таки в роли вживаюсь И мы на себя много принимаем И часто это накладывает отпечаток на жизнь Я очень много актеров знаю Которые и на сцене, и в кино Играли, и потом болели Как ни крути А все-таки о каком роли вы мечтаете? Вы знаете, я столько всего пережила в жизни Я человек такой все равно Опять-таки повторю, копающийся в себе И всегда бы хотела сыграть Такую сильную женщину Наверное, не побоюсь этих высокопарных слов Супергероиню Женщину, которая обладает Какими-нибудь способностями Может быть, магией Может быть, из того мира Которая попала, не знаю, в какую-то ситуацию И она не может найти себя на земле К примеру Я не могу сказать, конечно, референс там Пятый элемент Но из ряда Такого персонажа, да Фантастики Боевика Потому что я выполняю трюки Я очень много работаю в спортзале И с каскадерами И, кстати, мои плоды были вознаграждены Мои труды были вознаграждены Можно сказать, плодами Я недавно сыграла в короткометре Правда, отрицательная роль Вампирши Но такая вампирша Жесткая, мощная Летает, дерется Хочет заполучить власть Там, типа, открылся портал И все нечисти попали на землю Ну, дай бог, сейчас получится полный метр Пока не буду загадывать Какими качествами должна обладать настоящая актриса Не могу сказать за всех Но скажу лично за себя Я такой человек критичный К себе К людям И для меня актер Это такой универсальный человек Актер должен быть подвижный Уметь ездить на лошади На мотоцикле На машине Выполнять трюки Петь Быстро учить текст Меняться Быть смешным в кадре Красивым Властным Слабым Любым И чем больше ты умеешь Тем больше у тебя возможностей И разнообразия Я для этого и катаюсь на лыжах Всегда мечтала сыграть в какую-нибудь спортсменку И я катаюсь на виндсерфинге Может быть, там, на гребне волны Когда-нибудь Вот куда-то там, не знаю Попали туристы И нужно что-то такое будет сыграть Возможно Я тоже это умею Я занимаюсь вокалом Потому что, опять-таки Если мне придется сыграть в каком-нибудь мюзикле Я это тоже осилю Плюс я закончила балетное училище Я хорошо танцую В принципе, я все время Пополняю запасовые мастерства При том, что я пишу стихи Постоянно вот С артистами выступаю В творческих каких-то вечерах Участвую Постоянно, чтобы моторчик работал Работал, работал Потому что, опять-таки В кино ты заложен типажа Одинаковая мимика Ты можешь играть Однообразные роли А чтобы показать себя с другой стороны Нужно изначально стать Таким другим человеком Вот поэтому я применяю на все разные В жизни маски Учусь этому А потом показываю кастинг-директорам Агентам, что я могу еще вот это Вот это и еще вот это Я снимала тиралаши Уже снялась в двух сериях И на следующие серии Меня тоже приглашали И мне поступил звонок о том Умею ли я выполнять Какие-то гимнастические упражнения на кольцах Ну, именно гимнастика Ну и, конечно, я не умею Выполнять такие упражнения И из-за этого меня не взяли И теперь я очень хочу научиться Все-таки выполнять какие-то Гимнастические трюки, упражнения Важно ли актрисам или актерам Иметь агента? Настя, вы наступили просто на больной мозоль Знаете, поиск своего агента, актера Это так же сложно, как духовному человеку Найти своего гуру, своего учителя Потому что мало того, что вы должны совпадать Взглядами, характерами, энергией Все должно еще срастись Агент должен быть очень качественным И продвигая тебя, у тебя должно все пойти Потому что многие актеры висят просто Мертвым хвостом у агентов И они не востребованы Агент ничего не может сделать И сейчас у меня есть переговоры с одним агентом С которым мы знакомы уже на протяжении трех лет Это очень долгая, тонкая работа Она присматривалась ко мне Я присматривалась к ней Параллельно рассматривала других И недавно у нас состоялся разговор Возможно, в ближайшее время мы начнем сотрудничество И это будет новый этап в моей актерской профессии Я слышала то, что у каждого режиссера есть свои любимчики актеры Встретили вы такого режиссера? Это правда Часто у нас режиссеры влюбляются в творчество какого-то актера И с фильма в фильм снимают одних и тех же И мне, конечно, посчастливилось Режиссер, с которым я познакомилась еще в 2004 году Снимаясь в главной роли папенькин сынок Рады Новикова Она снимала и «Интерны», и сейчас у нее на первом канале «Икоба» Секретарша, и на СТС у нее были 22 сына Ну, множество сериалов И, конечно же, в каждом сериале я снималась Раскрытие, у какого режиссера вы бы хотели сняться? Последний режиссер, с которым я очень хотела работать Это Дима Дьяченко, который снял «Последний богатырь» Нас судьба как-то пересекла Он сейчас на ТНТ снял сериал «Триада», где я прошла кастинг на одну из главных ролей И вот, знаете, это тот момент, когда что-то идет не то Ну, вот что-то идет не так Вот вроде ты уже на читку, ты уже дошел до финала Ты уже как бы утвержденный актер Но продюсеры канала вдруг решили меня поменять И вот Дмитрий, он видел меня в работе, на пробах, в читке Он очень за меня боролся, насколько я знаю Но наши творческие отношения не сложились И меня все-таки сняли с этой роли И так мы не поработали Дорогие друзья, смотрите выпуск до конца Так как мы разыграем подарочки Это два сертификата и фирменные чехольчики Да, я покажу Сегодня подготовила моя подруга-владелица медицинского центра Ньюфейс Клиник Два сертификата на 3000 рублей А также лично от меня Я подготовила чехлы на телефоны Скажите, самовлюбленная актриса С личной подписью, которую я поставлю после программы И они отправятся тому, кто ответит правильно на вопрос И обязательно условия быть подписанным на наш инстаграм Ну что, сейчас будем готовить индейку в сливочно-грибном соусе И со мной рядом шеф-повар Александр Он расскажет о ингредиентах И как мы это будем готовить И еще много разных секретов Всем добрый день Готовить мы будем склопины из индейки Для этого нам понадобятся брокколи Томаты черри, белые грибы, шампиньоны грибы Чеснок, лук, репчатый, мука Масло сливочное Немного сливок И средиземноморский соус А вот я слежу за своей фигурой Я смотрю, там так много масла Это вообще калорийное блюдо? Где-то порядка в районе 300 калорий Ой, чтобы вы знали, это очень мало 300 калорий Можно съедать 600 примерно за ужином Так что нормально Ммм, все такое свежее Знаете, мне кажется, что я даже это приготовила бы дочке своей Она очень любит у меня индейку, курицу Вообще это полезно Как вы считаете, кто вкуснее готовит, женщина или мужчина? Конечно же мужчины Сколько занимает времени готовка? Ну, сейчас вот посмотрите Мы будем готовить блюдо от начала и до конца Займет это минут 10-15 у нас А вы знаете, вот я сейчас смотрю, как вы режете И так все мелко-мелко-мелко Практически в порошок Что вы делаете? А, это для соуса Мне кажется, я так только блендером могу взбить Вот так вот, чтобы рукой порезать Я не знаю, либо должен быть нож острый Либо действительно профессиональные руки Обязательно острым Тупым ножом на кухне работать Или профессиональные руки? Ну и профессиональные руки Сама собой Я вот, допустим, должна порезать лук Но я понимаю, что я сейчас заплачу И у меня потечет весь мой грим Что нужно сделать, чтобы не заплакать и резать лук? Сейчас вот стояли, плакали Нет Вообще нет? Да Почему? Лезвие ножа холодной водой И все? Да И в этом секрет? Просто смочить холодное? Все просто Все гениальное, но просто Видите, все просто А я там, лук не добавляйте Чеснок уберите И получается безвкусная еда Музыка Александр меня научил красиво сервировать Блюда Научил меня, значит, резать лук, чтобы не плакать А еще самое важное, что я узнала Оказывается, из чеснока нужно удалять эту горчичную Которая горчит вот эту серединку Настя, ты понимаешь, что мы сделали? Это шедевр просто А какой запах? Ты чувствуешь? Да Чем пахнет? Вот прям грибами? Бочками и всем-всем-всем Данное блюдо меня научил готовить Один из итальянцев Рассказал секреты и тонкости Приготовления этого блюда А почему вот ресторан называется «Безграниц»? Ресторан мы назвали «Безграниц» Потому что мы не ограничиваем наших гостей Ни в чем у нас есть выбор От овощей до рыбы, мяса И мы готовим все, что они желают Хотел бы от ресторана «Безграниц» Подарить вам сертификат на ужин Огромное спасибо, Александр, за ужин За то, чему вы научили За то, что вы такой харизматичный, хозяйственный мужчина А любите ли вы вообще шоколад? Обожаю Могу съесть просто пачку, не знаю, коробку Сразу несколько, две-три шоколадки за чашечкой кофе Ну, тогда мы дарим вам вот такую вот коробочку конфет Сладкие конфеты от компании «Волшебница» Мне удобно брать с собой в машину И всегда я останавливаюсь где-нибудь, не знаю В МакАвто могу заехать, взять кофе И попалывать себя шоколадом Спасибо Это еще не все, потому что мы хотим подарить вам вот такой вот бокс От наших бьюти-партнеров Вот такой вот он красивенький Да? Да Давайте распаковывать Давайте как детки сразу Ну что это такое? Банчики, что такое? Развязываются Так, ну что тут у нас? Тут у нас и губная помада И маска увлажняющая И для ногтей, я смотрю, лап красный Это мой любимый цвет Гигиеническая Помада Можно и дочке дать Сейчас зима, кстати, будет Губы отбитывают Так, сухой шампунь Сухой шампунь Это так необходимо для съемок Это всегда нужная вещь Он реально необходим Такая увлажняющая маска Дезодорантский Старт у меня как раз закончился Я же активная спортсменка Дезодорант у меня уходит Спасибо Кстати, я действительно фанат Фанат косметики И мне нравятся, что тюбики такие маленькие Которые можно кинуть в сумочку Это была рубрика «Кухня со звездой» Но мы не забываем про наш конкурс Обязательно условия Напоминаю, что вы должны быть подписаны на наши два инстаграма Обязательно должны быть подписаны на наш ютуб-канал Но мы разыграем вот эти все призы Правильно, приз пойдет тому, кто ответит на вопрос С каким режиссером я бы хотела еще посотрудничать Поработать с удовольствием Настя, а тебе большое спасибо за то, что ты пригласила Ты прекрасная ведущая, очень милая девочка И моя дочка, надеюсь, будет такая же харизматичная, как ты Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова